Без пяти минут пенсионер. Есть ли вакансии для таких людей на рынке труда и чем может помочь Центр занятости? Сергей Аркадьевич, какие вакансии сегодня будем смотреть? Ну, какие в трудовой записаны. Электромонтер, наладчик. Электромонтер по ремонту и обслуживанию. Электрооборудование. У вас пятый, четвертый разряд? Пятый разряд. Пятый разряд. Еще три месяца и пенсия. В свои 64 Сергей Воронов активно ищет работу. В Москве попал под сокращение и теперь смотрит варианты в Чебоксарах. Работал наладчиком технологического оборудования, электромонтером. Вот я сейчас по этим двум специальностям ищу вакансии. Вот я сегодня пришел, мне дали вакансию электромонтера. Схожу, узнаю. Если по каким-то причинам меня не устроит, буду сам индивидуально тоже искать. Параллельно с Центром занятости. Предпенсионеров, тем, кому до пенсии меньше двух лет, консультируют ежедневно. В среднем в месяц обращаются около 40 человек. Подходящую работу находят к 70%. Я обратился в Центр занятости. Мне предложили работать здесь. Я здесь работаю. В отделе информатизации и статистики. Причем наплывы безработных после предполагаемых пенсионных изменений здесь не ожидают. Вообще мы готовимся, что этого потока не будет. Почему? Потому что для этого мы и собираемся с предприятиями, чтобы эти люди продолжали работать, как продолжают и работать. Вторая часть. Если кто-то высвобождается, это по личному желанию, все равно это происходит. Мы готовы к тому, чтобы это было переобучение. Вот на клубе кадровиков мы подготовили в адрес предприятия, что по 30 специальностей у нас происходит переподготовка. В справочно-консультационном пункте помогают сориентироваться в потоке вакансий, который ежедневно обновляется. База данных размещена и на сайте. Открыта горячая линия. А записаться и пройти переобучение можно бесплатно. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.